В фермерском хозяйстве Василия Кулагина, что в Саратовской области недалеко от Балакова, пшеница не растет, дожди бывают крайне редко. Земли разные, и суглинок, и каштановые почвы с родневосточным районом Ростовской области работают в основном по старинке. Землю пашут, барануют, вносят удобрения и грустный результат. Мы попали на территорию классической возделываемую в условиях моего климата. Это возделываемая? Да, это были пары. Это были пары, и по парам получили такие изреженные всходы. То есть плохая осень. Здесь сажали зерло, садили, салили в землю. Да, здесь была посевная в прошлом году, и естественно, как у всех в прошлом году, очень получилось плохо, потому что вообще не было осенью осадков. Ага, и вот это урожай? Да. Лебеды? Они нам бросили даже ее, не стали убирать. А что бы вы сейчас сделали с этим полем, если бы оно было вашим? Я бы ничего не делал, я бы все, что тут растет, оставил расти. Ведь деревья в лесу растут, и в степи земля рыхлая, проросшая, задумался однажды Василий. Зачем пашем? Спросил у отца агронома. Ответ не устроил, и в 2010 году Василий пошел своим путем. Никакой обработки земли, нулевая технология. Что это такое? Как так может быть? Говорит академическая наука. Надо пахать, барановать, дисковать. А наутил, так называется новая технология, говорит, ничего не надо делать. Просто в землю, в стерню сажать семена, и все будет расти. Как это может быть? Сомневаются тоже земледельцы. Но некоторые пытаются это делать, и получается. И вот здесь, среди сочного подсолнечника, в земле 20 лет не было никакой механической обработки. И все растет и пахнет. Как? Первый секрет – севооборот. Сначала сеют рожь или ячмень, даже не для урожая, а для соломы. И оставляют пожневные остатки. Чем выше, тем лучше. Они задерживают снег, влагу, корнями разрыхляют почву. Рожь, два года кукурузы, подсолнечник и два года кукурузы. На следующий год подсолнечник. То есть мы сеем только деньги. Мы сеем только деньги. И вы видите, что, в принципе, она спокойно выживает. Вот она. Смотрите, цветет. А еще важно, чтобы в почве жили бактерии. Этот микромир в буквальном смысле оживляет землю. Завершают процесс черви. То есть я выдергиваю вот эту палку, вот эту кукурузу, да, и вот так вот стряхиваю, и полная рука червей. Копать не надо где-то там рыболовым. Вот здесь приходите, и здесь будет все. Земля дает урожай без удобрения и без пашки, потому что работают естественные процессы почвообразования. Если существует нормальный симбиоз растения и почвенного сообщества, то почвенное сообщество обеспечивает растение необходимым питанием. Оно вытаскивает из песка, из глины всю таблицу Менделеева, обеспечивает его азотом, которое связывает из воздуха. А растение должно кормить этих существ. Оно способно синтезировать из укликислового газа сахара, и оно может делиться живыми организмами. Если этот цикл запускается, то хватает всем. Преподаватель физкультуры сам освоил агрономическую науку. Не книжную, а натуральную, природную. Он чувствует землю, знает характер каждого поля, знает, что будет на нем через 10-15 лет. Выкапывая лопатой кусок земли, аккуратно затаптывает нарушенный слой. А в 20-летней непаханной земле сам удивляется здоровью поля и растений. Здесь море азота. Здесь море питания. Сколько килограмм удобрений вносится? А что такое удобрение? Я вообще не знаю. Вообще не знаю, что это такое. Понимаете? Это люди придумали, как загибать землю. Она сопротивляется, а у нас агрономия – это наука, которая подчинять ее хочет. А здесь ее не надо подчинить. Ее нужно видеть, ощущать, дышать, нюхать вообще. Вот смотрите, вот это живая, настоящая земля. Это наше будущее. Это нефть. Понимаете? Потому что здесь, вон, все сложено в этих гуминовых веществах. Все тут. Вы видите, что? Да не надо здесь никаких дождей. Дожди – это бонус для земли, где за сезон 30 миллиметров осадков выпадает, а то и меньше. Но и так хорошо. У земли свои соки, роса питает, а уж минералов в почве достаточно для любых растений. Но поверить в эту реальность трудно и соседям, и друзьям. Хотя за результаты Василия Кулагина награждают, но его технологию не все готовы принять. Удобрения не нужно вообще. Вообще не нужно. Не нужны никакие химические заводы. Не нужны заводы по производству огромного количества техники. Нужны сейлки, нужны опрыскиватели, нужно производство химпрепаратов, гербицидов, которые, в принципе, в почве, особенно при нуле, разлагаются часами. Там проблем от их никаких нет. Дальше. Я не использую никакую борьбу с клопами, с ранчо. Я считаю, что это все вообще убивает все, что есть. То есть там прекрасный хороший баланс. То есть есть мыши, есть совы сразу, есть лисы. Так, без оглядки на нормы и шаблоны, работает фермер на своей земле. Сегодня это уже 9 тысяч гектаров. Скудные участки соседей, попав в его руки, за 3-4 года превращаются в плодородные поля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова